Здравия всем дорогие друзья, в данном ролике мы поговорим о самосглазе, да вы не ослышались, человек может навредить себе и еще как, даже враги позавидуют, а навредить он может себе двумя путями. Первый, свет мой зеркальце скажи, яль на свете всех милее, то есть перехваливая себя, путая желаемое и возможное, так же деля шкуру неубитого медведя. Второе, ничего не получится, я боюсь, не на что надеяться, незачем и пробовать, то есть и в одном и в другом случае отрываясь от реальности, завышая или занижая свой потенциал. Взлетели высоко в мыслях и эмоциях, оторвались от реальности, настроили воздушные замки, не имея почвы под ногами, когда не на что опереться и когда нет энергии, которая зарядит ваше намерение. Вот это и вылетело, как холостой выстрел. Инью высюки и рухнули. Мечты пусты, намерения наполнены энергией. Мечтай, но делай, а потом только говори, у меня есть. Менетекилфарас, это на арамейском языке, ты взвешен на весах и найден легковесным. Пустой внутри, пустой снаружи. Сложили себе цену, большую, чем есть на самом деле. Получили справедливый ответ. Почитайте женитьбу Бальзаминова, там просто и доступно сказано о таком подходе. Обратная сторона медали. Закошмарили себя, занизили свои объективные возможности, отказались от борьбы. Навнушали себе, получили отдачу из пространства. Отняли у себя шансы, отказались от своей творческой и созидательной энергии. Твердим себе, я толстый и будете толстый по жизни. Убедили себя, мне никогда не повезет и не повезет. Сказали себе, а кому я нужна? И никому нужна не будете. Ваш заказ принят, ждите исполнения. Энергетический и мысленный посыл идет как внутрь, так и в пространство. Ваш посыл укрепится сначала в подсознании и станет там руководством к действию. А потом станет рабочей программой в пространстве. Чего боялся, то и случилось. И будет пространство давать ответные реакции, даже когда вы от этого устанете. Так как в программу внешних реакций пространства уже вложены исходные данные, у меня не получится. На основе этих вводных данных программа и будет работать. Даже когда скажете, хватит, не хочу, то в пространстве останется установка верить исходным данным. И для борьбы с двумя крайностями самосглаза стоит просто вернуться к реальности или не завышать свои возможности или наоборот не занижать их. Так что внимательнее относитесь к своим мыслям, словам и действиям. Всем добра, любви, процветания, здоровья. До новых встреч!